Для сотрудников Центра «Лидер» борьба с мощной стихией огня является ежедневной, обыденной работой. А вот школьники замирают, наблюдая, как языки пламени обжигают уже довольно прохладный осенний воздух. У нас есть запланированные уроки в течение года, на которых мы рассказываем, как вести себя в опасных ситуациях, как пользоваться телефонами экстренных вызовов. И для этого нам, конечно, на помощь приходят специалисты. Лопатинскую среднюю школу и Центр «Лидер» связывает давняя дружба. Руководство понимает, такая демонстрация спецтехники и оборудования не только научит правильно действовать в сложных ситуациях, но и, возможно, определиться с будущей профессией. Ребятам показали, чем занимаются сотрудники МЧС, как обезвреживать, например, боевые какие-то снаряды. Показали приборы, которые основаны на законах и закономерностях физики. Поэтому для того, чтобы поступить в институт или вуз или техникум МЧС, необходимо сдать экзамен по физике. Это большой стимул для изучения физики. На площадке перешколы развернулась настоящая походная выставка МЧС. Ребята научились пользоваться огнетушителями, управлять бронспойтом. А демонстрация оборудования для обнаружения и обезвреживания боевых снарядов вообще стала хитом дня. Бывает, частенько нас вызывают на всякие стройки. В Москве когда стройка, так как вы сказали. Приезжаем, находим всякие минометки. Там, соответственно, прибор уже не нужен. Мы приезжаем, одеваем и забираем приборы. Алексей Тундыков телефоны базовых служб спасения знает наизусть. Мальчик понимает, что быстрота реакции поможет спасти не одну человеческую жизнь. Сам однажды попал в эпицентр в чрезвычайной ситуации. Было доложено о том, что в школе якобы заложена бомба. И мы все были эвакуированы в другое здание. Но, скорее всего, после оказалось то, что это был очень плохой телефонный розыгрыш. Нас просто увели. И уже после рассказали, что именно было. Такое полное погружение в работу и будни спасателей для ребят бесспорно полезный опыт. Для одних в качестве профориентации, а для других инструкция к применению в чрезвычайных ситуациях. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фидное ТВ.